Международный турнир Миниев получает Кубок за развитие спорта от директора телеканала «Боец». Первым официальный бой открыли спортсмены в весовой категории 77 кг. Лицом к лицу встретились Черси Дудаев из Чечни и Евгений Ивенский из Болгарии. Болевым приемом руки Черси одержал победу. Противником Зураба Бетельгирьева стал опытный боец из Хорватии Лука Елчич. Однако, как говорится, победил сильнейший – боец из Лиги Ахмат. Уверенную победу одержал и Владимир Минеев над своим соперником из Испании Иваном Седа. Эта встреча стала для Минеева вторым боем на профессиональном ринге. Абубакар Вагаев также одержал победу по очкам над французом Тибол Арше. Все три раунда доминировал чеченский боец. А вот Беслан Ушаков в третьем раунде удушающим приемом выиграл досрочно. Эффектно завершил свой бой Саламу Абдурахманов, выиграв у португальца Айреса Бенруара. Одной из самых коротких встреч стал бой Салмана Жамалдаева и Святослава Шабанова. В первом же раунде удушающим приемом Жамалдаев одолел соперника. Следующий бой вполне можно назвать кровавым. В ходе поединка между Арбим Адаевым и Дмитрием Арышевым у последнего была рассечена бровь, из-за чего на протяжении всех трех раундов у спортсмена не прекращалось кровотечение. В итоге победу одержал чеченский боец. В поединке Самуэля Триндада и Хусейна Халиева все ждали красивого боя. Однако Халиев сделал его максимально коротким. Удушающим приемом выиграл на первых же минутах. Свой первый бой за спортивный клуб «Ахмат» провел и Максим Гришин. Он встретился с бойцом из Хорватии Дорианом Иллицем. В первом же раунде выиграл удушающим приемом и завоевал очередную 12-ю победу на профессиональном ринге. Чеченский гладиатор завоевал очередную победу на профессиональном ринге. Нокаутом на второй секунде выиграв у бразильского спортсмена Эдуарда Феллиппа. До начала главного боя вечера перед гостями выступили солисты ансамбля «Войнах». Чтобы поддержать Абдул-Керима Идилова вышли все чеченские бойцы, выступавшие до него. Спортсмен, как всегда, скромно выйдя в октагон, первые минуты боя начал с атаки. И завершилась она удушающим приемом соперника. Раз, два, три. Забрал таки, забрал таки. Забрал и задушил. Ну, собственно, вот. Победа главного боя вечера. Таким образом, на третьей минуте Абдул-Керим Идилов уверенно одержал эффектную победу над своим соперником из Бразилии Тьяго Монако Тасато. Чтобы вручить победный кубок, восьмиугольник поднялся и сам глава республики. Я думаю, что в последующем наши бойцы будут выступать на международном арене. И к нам будут приезжать лучше, потому что наши бойцы лучше из лучших. Да здравствуй, Россия! Да здравствуй, Чечня! Да здравствуй, Абдул-Керим Идилов! Абдул-Керим Идилов!